А не формируется такое в сознании обывателя, что вот когда вот оно растет, значит все хорошо? Вот оно вот все же туда как бы пошли, вот все это обеспечивает какую-то уверенность, что ли, вот там и папа, и мама, и знакомые все туда вложили? Это не про финансовый рынок. Вот смотри, сосед ездит на Киа, коллега на работе ездит на Киа, куплю я тоже Киа и скорее всего не ошибусь. Ну, качество нормальное. Это меня предохраняет о покупке итальянской машины, испанской машины, не дай бог. На финансовом рынке эта история не работает. Где большинство, там убытки в долгосрочной перспективе. То есть ситуативно даже, если я что-то и выхвачу, и потом буду рассказывать всем знакомым о том, что я выхватил, формирую вот это вот искажение, так понимаю, ожидания. Понимаешь, мы формируем систему, то есть системный подход к финансовому рынку. Финансовый рынок будет существовать и 5, и 10, и 20 лет. Если ты ситуативно выхватил и всем будешь рассказывать, у тебя есть шанс зазвать многих людей к себе на курсы и сказать, вот какой я умный. Но с точки зрения долгосрочного отношения к финансовому рынку, долгосрочных заработков, у тебя нет системы принятия решений. Система принятия решений, то бишь знаний, ты имеешь в виду? Знания о специфике финансового рынка, где не работает социальное доказательство, где фейковая составляющая экспертов, это отдельная область. Две таких особенности экспертного сообщества. Во-первых, некомпетентность, каждый встречный считает себя экспертом по инвестициям. А во-вторых, конфликт интересов, когда эксперт продает идеи, связанные выгодные ему или выгодные финансовые компании, на которой он работает, и невыгодные клиенту. То есть он с этого заработает? Он с этого заработает, а клиент, ну как придется. Как и с историей успеха. Может быть еще увеличится на треть или в два раза даже. А может быть завтра упадет в пять раз, и мы потеряем большую часть своих денег на закономерном отливе.